Сегодня, скажем так, мы сегодня-завтра решили проехать на лодках, и есть такая проблема, на моих веслах надломлены, скажем так, от большого усилия, как это по-русски называется, грипсти веслами, надламываются, трещины появляются в соединении, и сейчас покажу, как можно усилить вот это соединение, даже если она надломлена или целая, как ее можно усилить, так что можно спокойно потом по реке ехать, чтобы не было так, что весло на две части, и начинаешь вот так, как заяц передвигаться, за счету нам надо, почти нам надо, вот так, как было все, берем, все это действительно идет, берем дрель, ну лучше давал, конечно, можно бош, можно пилой, ну вот примерно отмечаем. Это у нас были качели, люди качались, мы перекачались, передумали, не надо качели больше, тут для нас есть стальные трубки, идеально подходят под этот размер, но мы немножко их доработаем, сейчас я в гараж помещаю. У нас имеется такой маленький бурдак, бурдель, не, не бурдель, бурдак, надо немножко как бы напильничком. Все это на скорую руку, нам надо побрызгать ВД-40 или любым маслом, чтобы скользило, всегда все должно скользить, берем, побрызгаем эту деталь тоже, да, и в принципе вот так выравниваем и пробуем, поставим в тиски. Есть пресс, но туда в пресса не добрался, а на лодке ехать хочется уже завтра. И нежными, аккуратными действиями мы его прессовываем. Так, сейчас мы немножко поточим боковины, можно без очков, так ничего не видно. Надо, чтобы не было острых кромок, ну, чтобы за лодку где-то не зацепилось, материал какой-то. Красить будем, не будем, не будем, поставим зеленым. Так, вот так у нас получилось. Все это сделаем. Берем весло и накручиваем. Сейчас можно тоже затянуть на усилие, уже не бояться, что там что-то лопнет. Все надежно, надежно, крепко, ничего там уже не сломается. Может быть.